Об этих людях можно сказать бойцы невидимого фронта. Их работа особо незаметна для обычного болельщика, но профессионализм и скорость принятия решений сильно влияют на итоговый результат. Если вы не поняли, речь о спортивных врачах. С одним из таких специалистов мы познакомились ближе. За здоровье и восстановление игроков Витена отвечает Елисей Ковалев. В Воршоу трудится четвертый год и очень любит команду и свою работу. Напряженная игра Витена и столицы. Тренерский штаб аршанцев радуется забитому мячу. В компании игроков Алексея Попова не менее эмоционально успех празднует и врач команды Елисей Ковалев. В команде он отвечает за здоровье футболистов. В игру погружен не меньше, чем остальные. 10 лет он отработал в большом футболе в Витебске. Да и сам любитель погонять мяч. Сам любил в футбол просто поиграть сам. И всегда работая в больнице, играл за команду, за Витебскую областную футбол. Ну вообще в любые виды спорта всегда я, кто я. И там всегда ходил играть. Играл в команде футбольной за больницу. И играл доктора большого футбола Витебска. И он позвал меня поработать. Им нужен был человек. Я пошел в 2008 году. Начал путь с большого футбола. Проработал почти 10 лет там. Позвали. Потом сюда в Витебска уже четвертый год заканчивал. Работа сложная. Но работу надо любить. Тогда работа приносит плоды. Вот такие эмоции, как сегодня получаешь. Ты получаешь заряд. Такое эмоции положительное, что понимаешь, наверное, ты где-то поучаствовал. Где-то команда выиграла. И вот можно день кайфовать. Ходить с положительными эмоциями. Сложность заключается, наверное, небольшая в расположении команды, что она в Ворше находится. Не областной центр. Обследований мы не можем производить все Ворши. Поэтому, получается, ездит команда в Минск или в Могилев или в Витебск для обследования. А так все остальное нормально. Из медицинского штаба один в команде. Это и врач, и массажист. Где надо помощь и мамы, и папы какую-то оказать. То есть все через меня в этом плане медицинская помощь только я один. Спортивный врач в медицине – отдельное амплуа. Есть своя специфика. Минифутбол – территория еще уже. Специалист должен быть подготовлен к особенностям игры и поведению организма футболиста. Мышцы рвутся одинаково, колени одинаково. Ну, конечно, в минифутболе больше травма колена. Министки и связки летят. Потому что покрытие у нас в Беларуси не везде хорошее. И на резине играем, и без подложки. Поэтому колени летят. А в большом все-таки, наверное, больше игра вверху тоже проходит. Поэтому там и бьются, и головы, и глаза, и все, что хочешь. И приземления там другие. Поэтому только так. Чем отличается футбол от минифутбола? В том, что там может произойти метров на 30-40 от тебя. И ты бежишь с этим чемоданом еще 5 минут. И не знаешь, что там произошло. Тут все-таки я уже вижу, даже можно, грубо говоря, вставать или не вставать. Вижу, что травмы не было, серьезного ничего не было. Иногда у врача совсем мало времени на принятие решений и оказание помощи игроку. От четких действий врача зависит и здоровье футболиста, и порой исход матча. Помощь иногда нужно оказывать в условиях, приближенных к боевым. Начало матча как раз-таки со столицей первая игра плей-оффа. При счете 0-0 наш игрок нечаянно дает пас назад. И Максим Лысенко тянется рукой, но головой разбивает, по-моему, от перекладины бровь. С большим кровотечением, там все обильным, его меняем. Тут принимаю решение такое тоже, то есть, либо скорая помощь везет зашивать, либо, ну, там надо было шить. Я прямо во время матчей без наркоза. Сколько поменяли, на бортарь вышел другой наш, 1-0 проигрываем. Я говорю, Макс, давай будем шиться. Док, делай что-нибудь. Надо, значит, надо. Словный материал готовлю, 2-0 проигрываем. Мы зашиваемся, 3-0 проигрываем. И я думаю, что 3-0 и со столицей, и плей-офф, первая игра, домашний зал. Надо как-то выигрывать. Алексей Николаевичу говорю, Макс готов. Он смотрит на Макса, а Макс такой, без наркоза, глаза плывут. Макс, ты можешь? Макс, нет. Я говорю, может, может. И он выходит, не помню при каком счете, наверное, 3-0. И мы выиграем 5-4 этот матч. Вот тогда команда еще неделю травила, что одним швом продлил контракт себе. Но в белорусском меню футболе не у каждой команды в штабе есть специализированный врач. Насколько критичен такой пробел? К сожалению, так. Вот нам УВД приезжало без своего доктора. Ну и во многих командах приходят со спортдиспансера, или откуда доктора сидят. Но на матче, может быть, это и достаточно. Это недостаточно ежедневной работы. Потому что для восстановления нужно это. То есть, ну, я не знаю, там, команды после, ну, ниже, выше четвертого места, я думаю, восстанавливаются сами. Кроме бани там, наверное. Ну, массаж, чтобы кто-то захотел, сходил и все. Поэтому, конечно, отключение. А спортивное питание, восстановление и все остальное. Это надо доктор, чтобы был контролировал это. В таких условиях приходилось ли оказывать помощь футболистам из чужой команды? Не знаю, лично у меня, мне кажется, это не обсуждается и не выясняется отношение, даже если есть доктор. Вот у меня еще с футбола с того пошло. Если даже есть доктор в своей команде, мы всегда спрашиваем, нужна ли помощь, даже помочь. Поэтому, если даже нет, то, конечно, надо помощь оказать. Не помню, может, один раз лучше был. Не спеши ему оказывать помощь. Было больно в футболе еще. Не спешите, пускай еще пока, не перебинтовывай так быстро. Пускай он за бровкой полежит еще. Ну, а так, конечно, помощь оказываем, безусловно. Сложности работе врача добавляют и белорусские площадки. Далеко не все из них в полной мере безопасны для профессионального футболиста. Не каждый просто хочет играть в БНТУ, например, на резине. Или, например, на Матвиде можно играть, но очень скользко. Там, например, какие-то подошвы выбирают не скользкие. В ЦКК, например, деревянный пол, или как бы в границе было, там тоже невозможно. То есть, они сами же подбирают обувь, профессионалы все. Работа врача команды не заканчивается никогда. То, что мы наблюдаем на площадке, только видимая ее часть. За кадром остается восстановление команды, помощь с хроническими травмами, постоянные консультации. Вот есть таких 2-3 человека, которые любят медицинский штаб, и вот они любят заходить к тебе каждый день. А кому-то достаточно там через день, кому-то раз в неделю нужна твоя помощь. Это от человека зависит. У нас в команде, по крайней мере, построено так, что у меня телефон включен всегда. И помню, там еще Сергей Селегончик играл, он 2-3 ночи мне может позвонить и сказать, доктор, у меня вот зуб развалился, что мне сейчас прямо выпить? Ну, к примеру, там, да, вот что-то. У меня телефон всегда включен. И если футболисту нужен какой-то момент, какой-то помощь, то если он не знает, он позвонит мне, я ему направлю или помогу, чем смогу. Ну, Максим Усенко самый ответственный по здоровью. Он не даст себе умереть, как говорится, да? Вот он, он вот очень дотошно подходит к здоровью. Так и надо, так хотелось бы, чтобы все. Это моя работа, тут ничего не сделаешь. Вот он будет смотреть там, вот тут заболело чуть-чуть, давай помажемся, вот там чуть-чуть, надо заклеиться. Вот он очень дотошно относится к здоровью, поэтому будет здоровый всегда. Профессиональная деформация точно не обошла Елисея. Когда он приходил в Витен, о белорусском меню футболе знал немного. Сейчас ситуация поменялась. Он стал полноценным болельщиком. В выходные обязательно смотрю матчи, если есть такое время, то мне интересно. Я очень азартный человек смотреть. Я могу на шкладку с кем-нибудь поспорить, чтобы кто выиграет, там, это мы в команде обязательно, чего нет. Ну, вот кто бы выиграл, столица или Витен, там, или столица БЧ. Ну, все, это интересно. И поэтому я очень люблю смотреть такие матчи. Минифутбол, он зрелищный. Не знаю, почему люди не ходят на него. Почему на большой, там, типа, вот мы пойдем-пойдем, а на минифутбол только пришли сегодня на столицу, а на ОВД не надо приходить. Че, яркий матч был 9-0, много голов, интересная игра. Ну, понятно, что в одну калитку, но почему не приходить, не поддерживать или просто поболеть. Че, борщ и тут еще делать. Тут хоккей, ну, есть, слава богу, но закончился. Минифутбол, большой футбол еще не начался, и кинотеатр один. Все. Минифутбол, большой футбол, большой футбол. Продолжение следует...